Ну что, 5 часов утра, мы уже почти бодры. Доброе утро. Сейчас вот у нас тут варится кашка гречневая. Бумажки пока я засыпаю. Уже открыта тушенка, кабачковая ика. Сегодня уже. Ну как вам первая ночь? Ну звездопад мы видели, что уже хорошо. Видели? Вставали? Да. Ну мы вставали. Завтрак туриста. Дмитрий, второй день нашего путешествия начинается очень хорошо. Начинается с гречки с тушенкой. Сейчас мы, я надеюсь, вкусно поедим. И это нам поможет забраться на самую веру. Сереге самый цимус достался. Прямо из котелка. Ну давай, зацени. Вот тогда будет она засыпать. Да, в горах как имеет другое вкус. Вообще аромат даже другой. А вот такая великолепная компания, это просто ложка сама летит в рот. 7-11 утра, а мы стартуем на перевал реки. Включаем GPS. Все. Мы подошли к переправе через Софию. Отсюда дорога пойдет в долину Акайры. Долина Акайры. Продолжаем идти перевал РКС. Уже идем приблизительно 20 минут. Прошли около километра. Первый набор высоты мы уже прошли 200 метров. Сейчас идем по ровной тропиночке. Впереди нас ожидает второй подъем. Резкий. Как идется? Великолепно. Прекрасная погода, прекрасное настроение. Шикарная компания. Что еще нужно? Чтоб просто идти и наслаждаться. Прекрасные виды на водопады. И даже на горах. Такие, чуть-чуть окрасавиды. Уже прожившего какой-то кусок времени жизни, да? Я вот даже, как раз, и вживую вблизи не видел. Поэтому, конечно, счастье, что вот сегодня я не нежу с кровати, а я с вами. Это здорово. Следующий затяжной подъем. И вот мы подходим ко второму водопаду. Там, скорее всего, сделаем привал. Привал. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует... И справа от нее перевал Кожухова. Высоту не помнишь? Высоту не помню. По-моему, от 2А. Спортивный перевал. Не просто так, ни с кем дается. Сама интересная в таких походах, что идешь к вершине, идешь, идешь, идешь. Подходишь к вершине, а тут бах и корова. Жует и смотрит на тебя. Это корова. Как вы здесь оказались? Вот где делают шоколад Милко. Да, Милко пивает. Да, коровки? Вот такие серьезные стоят. А мы все ближе подходим к перевалу Иркиз. Вот с правой стороны вот этот пупочек. Вот. К нему мы, собственно, и идем. Вот мы видим турик на громоздине камней. Сукотворная штука. Специально делается, чтобы обозначить, где проходит тропа. Тропа не всегда бывает. Явно выражено, как здесь на Токсуне. Бывают камня. Камня в тропы нет. И люди выкладывают сюда вот. Турики. Что обозначает направление. Показывает направление. Идешь от турика к турику. Так, инструктор по камням. На движущиеся камни не наступаем. Примерно вот на такие, которые шевелятся под ногами. На край камня тоже не наступаем. Стараемся обойти камень. Либо наступить на тот, который вообще не шевелится. Желательно полной ступной. Если камень падает, нужно кричать «Камень!». И все последующие походы должны раздвигаться в разные стороны. Отсюда виден хребет Чегетчат. А за ним хребет Кизгыч. Это участок Архизского заповедника. Куда уже нужны пропуски. Тибирдинского. Архиз. А, Тибирдинского. А, Тибирдинского заповедника. Это я уже заговариваюсь. Да, Архизский участок Тибирдинского заповедника. Дмитрий, вот мы, ты говоришь, на высоте 2600 метров. И какие твои ощущения? И какие планы на будущее, на ближайшую перспективу? Планы дальнейшие. Это вот, наверное, подняться на перевал Козыкова, куда показал Вова. Он где-то там остался, далеки. Но это когда-то. Вот. А ближайшие планы наши подняться. Вот он, перевал Архиз. Мы к нему подошли. За ним уже находятся Тибирдинские озера, где мы поставим палатки. Там и заночуем. А, Синач. Подможем, подсажем. Ну вот, мы и подходим к самому перевалу. Перевал, зараза, экстремальный. Для меня очень сложный. Усложняет все еще то, что у меня очень-очень тяжелый рюкзак. А тяжелый почему? Потому что мы несем драво. Только отмороженные могут нести в горы драво. Бумасшедшие. Виктор уже поднялся. Уже прозвучал победный крик. Но сейчас моя очередь. Вот осталось 20 метров. Идем, идем. Идем, идем. Идем, идем. Ура! Сейчас я к нему привык. Драва снимаем. Ура! У-у-у! Вот оно. Вот мы и поднялись на заветную точку. Точку, в которой мы готовились, наверное, целый год. Мы с Виктором начали с того, что Виктор начал тренироваться в тренажерном зале. Затем мы с ним сходили по ровному 20 километров, да, по долине реки Сосеи. Дальше у нас были Бадукские озера. Дальше озеро Секретное. Бадукские озера 2000, Секретное 2400. Повышаем планку. Это была финишная прямая. Мы готовились к этому подходу. Постепенно, плавно повышали высоту. Здесь высота у нас... Сейчас скажу. Так, так. Сейчас, сейчас скажу. Ну, в общем, высота 3 тысячи. Грубо говоря. Вот. Видео нет. Почему? А, это нормально. Вот. Ну, Виктор, как ощущения? Ну, так сложно, конечно, что там говорить. Но, конечно, эмоции зашкаливаются. Волнения, наконец, закончились. Я поднялся, потому что они были и сегодня утром, и вчера вечером. Сам подъем на него просто страстно смотреть и оказаться вот здесь, на вершине. Это вообще из области чего-то нереально. Ну, конечно, возможно, стало только благодаря вообще целом команде. Владимир, ну, вообще все. Наталья, конечно, это у нас талисман наш. Потому что она пошла, она и погоду принесла, и наш вот этот легкий подъем, и все. Ну, Дмитрий, он просто пашет там 3 раза в неделю со мной в тренажерном зале. Саша активно к нам подключился, так что Сергей у нас бессменный участник всех наших туров. Поэтому спасибо команде. Спасибо. Только благодаря вот всем вам мне удалось сюда забраться. Сам бы. Да, но еще хочу сказать, что это яркий пример того, что нужно ставить цель. Год назад мы не могли приседать. Один раз Виктор не мог приседать. Сейчас он садится за тренировку. 150, мы потихонечку доводим до 200 на каждой тренировке. Вот достаточно поставить цель. Отдельно хочу сказать, что этот первый поход после рождения моей маленькой дочки, которая исполнилась 8 месяцев. И этот поход я посвящаю ей, Маше. Возможно, она когда-то будет смотреть, когда уже будет что-то понимать. И сейчас. И она поймет, что бабка в походе думает о маленькой дочке. Надя, отдельное спасибо за то, что отпустила Дмитрия на две ночи. И вот это стало тоже. Надя тоже с нами участвовала. Надюшка, тебе приезд. Да. Походу в море. Молодец. Снега, ты как крутишь. А сколько смешей по времени? 2, 2, 2. А теперь снега нет? Ну, как-то мочить. Снега. Да, уходи на тенге. Да. Все хорошо. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотели спуститься. Да, или на оборот. Так, давайте сюда и приходили. Я другого. Нет, ты это потом пустил. А, мы перестра стоить. А, мы перестра стоить. Клицом не делали. Да. Да ладно. Все с вами. Ну хорошая тропа, да? Да, да, а может вот так вот, так вот, и вот, и вот, собственно, гугл. И это причем было июнь, начало июля. Виктор, очень медленно идите, прощупывайте почву, она школьская там. Вот мы пришли к Верхним Софийским озерам, Нижнее озеро. Верхняя, самая большая. И вот там за Маринкой находится третье озеро, чуть повыше. Вот мы и пришли на место нашего будущего ночлега, здесь мы поставим палатки. А сейчас я покажу, почему мне было так тяжело идти. На самом деле, страху я натерпелся, потому что рюкзак меня тянет условно назад. Я прижимаюсь к земле, и ноги скользят по слуну, и было страшно. Видимо, ответственный груз у тебя был. Ответственный. А все, кто виноват? Вова, это дрова. Дрова. Мы поднимали сюда дрова, и мокрые палатки. А вечером мы снимем гостерку. Ну да, ну все. Сейчас мы просушим палатки, потом накинем полок, закинем туда вещи. Ну и первым делом, конечно же, очень хочется есть. И тут у Санька оказался ништяк. Вот он, ништячок. Вот он. Вот он. Наташа, он тебя в палатке лежал, и ты не съела. Это самопожертвование, Натали. Спасибо тебе большое. Пожалуйста, прощайся. У меня еще много ништяков. Да? Виктор, ей заслуженное яблочко, держит в руках снег. Да. Августовский или августовский снег, да? Да. Ой, ой. Серега, ну расскажи впечатление от подъема, сам подъем. Сам подъем был очень сложный. Значит, без силы воли его не пройдешь, однозначно. Надо включать силу воли. Но нас мотивировал все время Виктор. Как это ему легко, а нам что тяжело? Нет. Сила воли, физика должна быть нормальная. Обязательно. Ребята, занимайтесь спортом, фитнесом всегда. И будете покорять вот эти вершины еще больше. Что, занырнем? Занырнем. Вперед! Ура! Глубоко? Ух! Ой, красавчик. А что ты не рыкнул? Надо было рыкнуть. Погнали. Вперед! Вперед! Красавчик! Красавчик! Это деревянное озеро. Я правда. У нас и своя олимпиада. Потом сами будете его ткать. Вон оттуда мы спустились. А вон отсюда видно наш лагерь. А под у нас союз-то? Под у нас союз-то? Вы в союзе? Да. Да. А ну вот, вон оттуда наверх. А ну вот, вон оттуда наверх. Ура! Во-на-то. Ура! Ура! Продолжение следует...